Здесь изменения есть, а не наверху. В сравнении с 2021 годом количество впервые заболевших туберкулезом увеличилось. Прошлогодний показатель составлял 40 пациентов. В 2022 году их стало 65 человек. В этот год тоже начался и прошлось лишь три месяца, однако у нас есть уже настороженность по поводу туберкулеза по нашему городу и району. Это больше связано с детьми и подростками, то есть людьми до 18 лет. Так как в прошлом году у нас за один год не было выявлено ни одного случая. В 2023 году таких случаев три. Рашад Хафизов считает ситуацию напряженной, но контролируемой. Медики делают все, чтобы выявить болезнь на ранних сроках и сузить круг заразившихся. Особенно уязвимы перед туберкулезом люди с хроническими болезнями. Те, кто принимает иммунопонижающие препараты, имеют проблемы с давлением. К группе риска добавились и те, кто перенес COVID-19. Доктор советует держать хронические болезни под контролем, наблюдаться у специалистов вовремя. Для всех других приемы как не заболеть стандартные, проходить флюорографию. Правда, в здании флюорографии сам аппарат давно сломан. Пройти обследование можно в передвижном кабинете цифровой рентгенографии. Да, мы понимаем прекрасно то, что это немножко неудобно. Есть трудности в том, чтобы некоторым гражданам это стоять на холоде, под дождем. Кому-то тяжело подниматься. Но со стороны нашего руководства делается все возможное, чтобы в ближайшее время обновить флюорографические аппараты. И все заработало в здании, как было прежде. Первые признаки туберкулеза схожи с простудой. Кашель, недомогание, температура, снижение аппетита и веса. Совет доктора неизменный. Не игнорировать тревожный сигнал организма, своевременно обращаться к врачам и не доводить заболевание до запущенной формы. Туберкулез излечим, он поддается излечению. Да, это лечение довольно-таки длительное. Дело не одного-двух дней, даже недель, а как минимум восемь месяцев лечения. Но на фоне приема наших лекарственных препаратов люди излечиваются, обратно возвращаются в жизнь, в строй, выражают детей, заводят семьи, работают и живут себе спокойно. Катерина Машинцева, Эльнур Залятов, Новости Юго-Востока. Продолжение следует...